Там, где одна авиакомпания берет все маршруты в одном направлении, там люди дешевле летают не могут. Это дважды точно. Это элементарный принцип рынка. Не надо мне рассказывать, что есть принцип очки рынка. В Грузии то же самое было. В Грузии была у нас одна авиакомпания, у которой были связи парламентами, министерствами. Она назначала главу госавоенной администрации. И она была единственная. Она летала, и нам объясняли, что рынок так и не позволяет. И Грузия летала только 120 тысяч туристов. А когда мы либерализовали билеты, зашло 20 других или 30, я вам не помню, компаний, на те же маршруты, кстати, билеты стали дешевле, а к нам стало летать 6 миллионов человек вместо 100 тысяч. То есть добавили сюда доходы, кто квартиру сдавал, кто консистенцию строил, кто рестораны, капсистенцию строил и так далее. Сегодня мы этим решением реально число туристов, которые прилетят в Одессу, сократить 2-3 раза. Это результат вашего решения, а не то, что ваши специфические правила. Есть четкие правила мирового рынка. Есть конкуренция, потребитель выпивает. Нет конкуренции, правительный потребитель наигрывает. Поэтому я считаю, что вы это приняли решение, но я уверен, что очень скоро коррупционные связи, которым это решение продиктовано, я прямо вам скажу. Конкретно монополист, который контролирует, потому что зарплату никто не получает. Зарплаты вы получаете от конкретных частных лиц. Какие у вас? Какие зарплаты в главном году? Извините, можно вас спросить? Сколько у вас зарплаты? На 5500. Сколько? 5500. Так, правильно. Вы на 5500 живете? У меня нет дроликсов, у меня часы, мобилка на 4500. И на 5500 уже? Михаил, я вам показываю, у меня мобилка на 400 гривен. Сколько дилет вы могли бы купить на 5500? А куда я в Одессу в последнее время? А куда я в Одессу летал? И вы никуда не летаете даже? Дома сидите на Запорожье ездить? Увы, нет. На Запорожье ездить? Увы, Михаил, поэтому готов с вами спорить, готов с вами идти в суд и готов вам наказать. Тогда вот какие-то вы, у которых ничего нет. Надо помочь и понижать цены, чтобы с голоду не умерли, чтобы отдыхали, чтобы с своими детьми могли поехать. Вы живете на зарплату? Если вы живете на зарплату, потому что это полное вранье. Тогда помнижайте цены, чтобы вы такие, как вы, не имущие летали. Такие люди, как тебя. 5500. Давайте попробуем... Трех? Трех? Нет? Я от человека, который только что, только что продал свою госслужбу на олигархическому интересу. Только что. И реально отказал одесситам летать в три раза дешевле. Я не буду принимать обвинение, что я трепаюсь. Я не трепаюсь. Так продаются государственные интересы в Украине во всех ваших учреждениях. Я трепаюсь. Вы все это время трепаетесь. Вы все это время дурите народ. Вы все это время издеваетесь над всеми. Нечего тут лыбиться. Вы это делаете. И мы положим этому конец. Нечего тут говорить о трепах. Я вам говорю, что только что вы продали государственные интересы. Общественный интерес. Интерес людей летать два-три раза дешевле. И поменяли его на олигархическое указание. Вы мне будете рассказывать, что вы ждите 5500. Не верю. Не верю. Нет. Не верю. Потому что. Потому что. Я прекрасно знаю, какие частные интересы оплачу. Михаил, секундочку. Я могу вставить хотя бы слова? Вы до студии сегодня работаете? Я работаю круглые сутки. Пойдите сегодня ко мне домой. У меня нет времени к вам. Я вам покажу, как я живу и где я живу. Если у вас есть интересы. Извините. Тогда если вы такой бескорыстный. Почему? Только что. Потому что. Примат закона. Нет. Законы не для олигархов. Законы для людей, которые не делают свои слова. Законы не для олигархов. Вы хотите доказать, что вы мужчина. И хотите показать, что те слова, которые вы говорите, правда. Едем ко мне домой сейчас. Еще раз. Не надо ваших слов сейчас. Только что. Вы продемонстрируете, чтобы вам доплевать на интересный народ. О каком вы в доме разговариваете? Только что. Только что. Никакого закона тут нет. Вы только что могли. Либерализовать рынок. Завести другие компании. Создать прецедент. Создать прецедент. Что другие тоже могут летать. Не один. Как только один зайдет, пять других зайдут. Все будут соревноваться с ценами. Все будут соревноваться с обслуживанием. Я летаю на МАУ. Я знаю, как там обслуживают. Там нет обслуживания. Это максимум сто долларов даже летает. Только что вы создали прецедент. Что вы закрыли все постоянно дорогу. То есть перекрыли кислород пассажирам. И вы мне будете рассказывать про все эти. И это постой. Я думаю, я честно говорю, что вашу комиссию. Честно говорю, вот эту комиссию. И тех людей. Честно, если бы я лишал. Но я думаю, что эту комиссию просто надо распустить. Я сейчас пойду к министру. Буду ставить вопрос. У вас будет резкая конференция. Мне нечего с вами спорить. С вами все ясно. Все ясно. С самого начала. С самого начала. Это ясно было. Что эта комедия вот так будет сусурована. Как все поптяните в Украине. Все заранее продано. Все заранее схвачено. Сейчас я буду разбираться с министром. Не будет он разбираться. Буду разбираться вместе с народом. Людей, которых это волнует. Вот и все.